Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И в гостях у нас сегодня достаточно интересные, будем надеяться, собеседники. И люди, которые представляют собой первой в России, первой в Российской Федерации, научный студенческий отряд «Керамтех». Давайте познакомимся. Вот рядом со мной сидит командир этого отряда Регина Арискина. Дальше комиссар отряда Кристина Арискина. Это родные сестры. И один из бойцов, представляющий весь остальной отряд, Богдан Сергеев. Все они студенты Института физики Казанского федерального университета. Но в отряде, насколько я понимаю, есть не только университетские ребята, есть еще и из других вузов. Да? Давайте-ка, расскажите нам немножко о составе отряда для начала. В составе отряда входит 18 человек. Из них 16 это студенты. И студенты не только института физики, так же и студенты инженерного института Казанского федерального университета. Также хотим привлечь, и были бы рады, чтобы в нашем отряде были студенты из химического института и института геологии. Смотрите, институт геологии это КФУ все равно, инженерный институт это КФУ. Вы хотели бы еще кого к себе из КХТИ, я уж по-старому называю привлечь. Нет, институт нет из КФУ. А, то есть еще бы кого из КФУ. А почему, они к вам не идут, что ли? Пока еще этим работаем. А, вы работаете над этим. Очень интересно. 16, а плюс 2, это не студенты. Это кто? Да, это заслуженный строитель республики Торстан, лауреат премии правительства Российской Федерации за вклад в науку и технику. Это Салахов Альмир Максумович, мастер нашего отряда. И Амир Гумаров, инженер уже проектировщик в КФУ. Теперь вопрос к комиссару. Скажите мне, пожалуйста, Кристина, вот с одной стороны научный отряд, да? Ну, название, обозначение, да, определение отряда научный. С другой стороны, бойцы. Ну, мы помним историю, да, во всяком случае, я в этой истории отчасти принимал участие какое-то, да, в свое время. Вы наверняка от своего мастера, от Альмира Максумовича Салахова что-то слышали на этот счет, что были студенческие строительные отряды, когда движение только начиналось. Потом они стали потихоньку развиваться, там, на летний период стали формировать, там, отряды проводников в поездах дальнего следования, ну, и так далее. То есть, СССР превратилось из студенческих строительных отрядов в студенческие отряды просто, да, или, там, студенческие трудовые отряды. И это было, ну, более-менее понятно, да, коровники строим, в поездах работаем, в обслуге где-то там сервисные сферы обслуживаем, но вдруг возникает идея научного отряда. Нет какого-то здесь, с вашей точки зрения, вот противоречия в стилистике научный отряд, который уже никакие там стройки коммунизма или социализма не занимается этим, а занимается, по идее, продвижением каких-то научных результатов. Откуда возникла идея, Гина, вообще самого этого вот научного отряда? Как это вот вдруг кто-то собрался и сказал, а давайте мы не просто студенческий отряд вот сколотим, да, или сформируем, а научный? Идея уже назревала давно. В прошлом году мы участвовали в проекте 218-м по обстановлению правительства Российской Федерации. Проект назывался «Керамика», и в него было как раз вовлечены около 10 студентов института физики. И вот мы два года работали по этому проекту, и у нас сплотился некий коллектив, и мы хотели решить продолжить дальше работать, продолжить свое дело, привлечь более молодых первокурсников, второй курс. Уже их тоже к себе сплотить, к себе в отряд тоже взять и создать такой некий новый инновационный такой научный отряд. Проект 218-й, как вы говорите, это постановление проекте Российской Федерации номер 218 направлено на взаимодействие вузовской науке и производству. Да, это как раз площадка, на которой могут задействовать работодатель сами и уже выпускники вузов, студенты. Совершенно верно. И вот вы два года, я так понимаю, под руководством упомянутого уже здесь не раз Альмиром Аксомовичем Салаховым, занимались чем? Вот какими-то разработками в области материалов керамических? Да, то есть мы решаем проблемы заводов кирпичных. Проект 18-й, он был на основе завода Алексейская Керамика. Вот, мы не раз там проводили экскурсии. Проблем в заводах достаточно всегда бывает, и решать эти проблемы, мы для решения этих проблем привлекаем студентов. Вы обе четверокурсницы, как мы выяснили до эфира, да? Богдан на втором курсе. Богдан, скажи мне, пожалуйста, как тебя занесло в отряд? При каких обстоятельствах, когда это случилось и чем ты там занимаешься? Ну, до того, как вступить в отряд, я учился в университете, и мне была интересна такая отрасль, как мисбаровская спектроскопия. Это было вне основных курсов, я занимался дополнительно. И однажды, ну, в январе 2017 года, мне написала Регина и предложила вступить в отряд. Я сначала не знал, что это, я думал, там, будет, как, ты приходишь на общее собрание, рассказываешь, что ты сделал, хвалишься и уходишь. Но я все-таки решил узнать, что, да как, и вступил в отряд. Оказалось, все несколько иначе. Богдан, Регина, извини, что ты прибиваю. Просто маленькое уточнение на случай, если кому-то придет в голову тоже вступить в отряд. Регина, это что, по WhatsApp написала или как это было? И как ты вообще узнала о Богдане, и почему именно ему написала? Понравились его работы, понравился он как, скажем, человек. Да, мы изучали вот работы студентов как раз в области керамики. Они делали дипломные работы. Вот у нас не только дипломные, и на уроках, на парах, вернее, на парах по... Нанотехнологии. Нанотехнологии, всякие разные пары, да. И вот именно приверженность к керамике, любовь к керамике. Поэтому отбирали, в принципе. Да, это интересный поворот. Я-то тут уже начал подозревать что-то насчет любви в другой плоскости, а у вас оказывается любовь к керамике. Ну, хорошо, ладно. Так вот, Богдан, ты занимаешься спектроскопией, да? Это твое увлечение научное, да, скажем, акцент. И твои познания, твои исследования, они, ну, насколько я понимаю, спектроскопия везде может пригодиться, в том числе и в исследовании материалов различных, и керамических, и свойств этих материалов, да, как они меняются, модифицируются. В этом состоит, вот, в чем состоит твое участие в отряде? Мое участие состоит в том, что я с моим научным руководителем снимаю спектры тех материалов, которые получились в результате работы отряда, и анализирую их. То есть, определяю, что за минералы получились после обжига керамики, и в каком окружении находятся атомы железа, которые используются при мисбарской спектроскопии, соответственно, определяя уже структурный состав этих минералов. И что, к чему это выводы? Ну, вот, определил дальше, что? Ну, мы можем сказать, к чему приведет тот или иной состав исходного сырья. То есть, какую керамику мы, то есть, можем предсказать на основе того, что мы смешаем, что мы получим в итоге. Какими свойствами будет обладать та керамика, которую мы получим? Вопрос, Кристин, вот, если говорить о твоих, помимо отряда, да, вот, направлении твоего, твоей подготовки, вот, ты будешь кто, когда закончишь? Какая специализация? Моя специальность – это инноватика, и по окончании специальности я буду менеджером по инновациям. Как раз-таки я хочу совмещать именно керамику и инновации, то есть, внедрять инновации в керамику. Планирую в дальнейшем. То есть, вот, сейчас четвертый курс, и в этом русле, достаточно конкретном, скажем так, ты идешь все эти, прошедшие три года шла тоже, да? Нет? Когда тебя сориентировали на эту керамику? Да, практически на втором курсе уже начала заниматься керамикой. Один маленький вопрос, вот, я, конечно, не специалист, вопрос уже такой, касающийся непосредственно научного, научного компонента работы вашего отряда. Я понял, чем занимается Богдан, да, у меня, вот, из ответа Богдана возник такой вопрос. Что, собственно говоря, инновационного можно привнести в такой материал, как керамика, известный с доисторических времен там, да? Мы об этом тоже коротко говорили до выхода в эфир. Ну, строили, и в Древнем Риме строили, и чуть ли не там не в Месопотамии строили из керамики. Потом, в какой-то исторический период, этот материал ушел в тень, о нем забыли. Сейчас, благодаря усилиям многих энтузиастов, и вот Салахова, может быть, Альмир Максимовича едва ли не в первую очередь, я знаю, что он давний поклонник керамики, страстный поклонник. Вроде бы, интерес к этому материалу опять возрождается, да, в силу чего? Это какой-то экологический особый материал, он более эффективен с точки зрения экономики, он лучше отвечает задачам архитекторов. Вот что, как вы можете его охарактеризовать, и все-таки не забудем о главном вопросе, он адресован ко всем, но начнем все-таки с Кристины. Что нового можно привнести от материала? Это керамика сегодняшняя, керамика там, грубо говоря, 500 лет недавно, это разные совершенно материалы? Керамика достаточно широкое понятие. Это можно характеризовать как любой материал, являющийся не металлом, а полимером. Керамика-полимер? Не полимер. А, не полимером. И не металл. Хорошо, да. Глина обожженная? Не только. Могут быть оксиды, тоже являются керамикой. Нет вообще оксиды. А, оксиды, грубо говоря. Что инновационного, одним из направлений нашего научного исследования является поверхностная обработка. То есть мы создаем инновационное покрытие, работаем с англопами, также с глазурьями. То есть мы влияем на цвет именно керамического кирпича. И вот совсем недавно мы стали заниматься плазменным напылением. Вот совсем недавно получился у нас образец золотистого цвета. Это эстетика, да? Это хорошо, да, с точки зрения внешней. А, Глина, что-то меняется по потребительским свойствам в результате ваших облучений, напылений и так далее? Или это чисто декоративный эффект? Это не только декоративный эффект, потому что мы пытаемся управлять цветом керамики, пытаемся вывести к намерности. Также вот лично я тоже основываюсь на, моя работа связана с утилизацией отходов в керамику. Это тоже сейчас год экологии идет, и это тоже сейчас особенно... То есть берем, например, крошку какую-нибудь с завода резинотехнических изделий, измельчаем ее чуть ли не до нано-дисперсового свойства, и смешиваем, да, то есть добавляем в массу, которая превращается потом в керамические какие-то блоки, да? Да. А это до вас не делали, что ли, никто? Это вы пионеры здесь? Нет, мы не пионеры, конечно, но мы продолжаем этот опыт. Развивается? Развиваем, да, продолжаем. Вот мы исследовали недавно отход магнезита в строительного завода имени Горького, добавляли в шифт алексейского завода. Вот там выявили, в каких сношениях можно использовать, в каких температурах. Вот, также хотим сейчас использовать эти отходы в керамическое покрытие добавлять. То есть спектр очень широкий. Вы упомянули, кто-то из вас, да, не Богдан Точин, но кто-то из вас, дырая, сестры, упомянули о том, что вы ни раз, ни два там выезжали на какие-то предприятия. Упомянут был завод Алексейской керамики, да, специализирующийся на этом. Вот вы с собой принесли снимки, вот это оттуда, да, давайте мы покажем телезрителям. Вот отряд, тоже, конечно, здесь он не весь, но тем не менее можно понять, на заводе Алексеевской керамики. Это была не просто экскурсия, там мы обсуждали проблемы тоже с заводом. То есть круглый стол такой у нас был. А вот этот вот кадр, достаточно суровый в зимних условиях. Это Кощаковский завод. Кощаковский завод? Кощаковский кирпичный завод. А там что вы делали? И исполнительный директор вот здесь. Вот этот? Здесь тоже, да, мы тоже проходили экскурсию по заводу, смотрели. Тоже рассказывали нам о своих проблемах на заводах. Эти люди, заводчане, вот директора, с которыми вы снимаетесь, да, на Алексеевской керамике, на Кощаковском, они хотят вас потом, грубо говоря, к себе, что ли, на работу привлечь? Как это вот, зачем вас водят там, экскурсии вам устраивают? Им нужны такие рабочие руки, такие специалисты, как вы? Да, не только им нужны, чтобы кто-то помогал им тоже в решении их проблем. Вот недавно с Кощаковским заводом мы заключали договор на исследование их сырья. Вот, спешно его выполнили, тоже привлекали студентов к решению этих проблем. Дали рекомендации заводу. Очень хорошо. Завод вам был благодарен. Это на этом все остановилось на благодарности или есть материальное выражение? Мы продолжаем сотрудничать с ними. Готовится сейчас второй договор тоже у нас с заводами. Командир, по-моему, что-то умалчивает, да? Богдан, тебе не кажется? Вы провели исследование. Оно принесло практическую пользу. Завод его принял. Завод на основе ваших исследований что-то там у себя по меньшей мере модернизировал. И что, он вам не заплатил? Заплатили. Надо стесняться об этом говорить. Это нормальная работа. Это прекрасно, что вы что-то сделали, вам за это заплатили. То есть, что-то досталось в том числе и бойцам отряда. Вот. Теперь, наконец-то, у меня замкнулось это кольцо, да? Что это студенческий отряд. Потому что студенческие отряды, мало того, что они помогали там всем, строили, но они же еще и зарабатывали. Для студентов была прекрасная форма летнего заработка. Слава Богу, что и вы тоже зарабатываете. Но, насколько я понимаю, у вас еще здесь достаточно много. Все мы не будем показывать. Но каких-то признаний ваших заслуг, как говорили в стародавние времена, в результате работы на каких-то там выставках, конференциях и так далее. Комиссар. Да. Можете рассказать об этом поподробнее? Да, мы часто участвуем в российских конференциях. Это конференция физиков и молодых ученых, которая в этом году проходила в Екатеринбурге. И каждый год мы привозим оттуда дипломы первой степени за научные работы. Первой степени? Да. Также мы участвуем в конференции материалов и технологии 21 века. И во многих конкурсах, например, у нас командир стал лауреатом... Как это называется? Премии. Премии. Премии мэра города Казани. Премии мэра города Казани, да. Также участвуем в студенческом лидере КФУ. Активно принимаем участие в различных мероприятиях в том числе. Вот я вижу диплом Вали Мухаммедова Алина Растамуна. Это вот не тот боец, который у нас не вместился в формат, да? Она получила за лучший вклад на секции материаловедения, включая наноматериалы среди студентов в младших курсах. Она тоже второкурсница, что ли, Богдан? Четвертая. А тоже четвертая? Какой младший? Четвертый. А, ну правда, это прошлогодний год нам могли еще отнести. Это Ростов-на-Дону, Таганрог. 22-я Всероссийская научная конференция. В этом году такой же диплом привез Пасынков Михаил, тоже боец нашего отряда, четвертый курс. Кстати, вот рассказывала Кристина, да, а мы ездили в Екатеринбург, мы ездили туда. Вы всем отрядом, что ли, ездите или просто отдельные представители? Частью. Частью? Частью отряда. Некоторой частью. Активной частью. Вот мы готовимся целый год к этой конференции и направленно едем туда с дипломами. Богдан, наверное, заключающий уже вопрос, да, потом один маленький обобщающий еще будет. Вот здесь единственный, ну не считая меня, мужчина в этой компании. У вас в основном девочки, что ли, в отряде, как я понимаю? Ну, большей частью да, но сейчас появляются еще и парни, которым тоже интересно, даже данное направление. И у меня друг есть, мой однокурсник, Ринас Мухамедянов, Пасынков, опять же, Михаил, и Алибек, первокурсник. Ментимир. Ментимир, также, да. Как фамилия Ментимир? Заитов. Заитов, хорошо, ладно. То есть потихонечку гендерный состав у вас уравновешивается, и можно здесь говорить уже о некой гармонии, да, не только научных интересов, но и по этому признаку. Ну, в конце концов, вы же можете где-то расслабиться, и чтобы было с кем танцевать, да, в том числе и это. То, что вы рассказываете, очень интересно. Мне просто, когда вот, ну, вы помните, мы ведь с вами познакомились на слете студенческих отрядов, да, у вас там был свой стенд, оттуда и интерес возник к этим ребятам, и поэтому я и пригласил их на эту программу. Но я думаю, что после сегодняшнего разговора желающих или влиться в первый в России студенческий научный отряд, или создать нечто подобное рядом, да, в других институтах, по другим направлениям на керамике, при всем уважении к этому продукту свет клином не сошелся, может быть, таких людей будет больше. Я хочу вам пожелать, чтобы вы занимались инновациями, управляли инновациями, чтобы вы, закончив университет, нашли не просто свое место, а нашли хорошее место в этой жизни. Я думаю, что работа вашей, тех ребят, которые вместе с вами, но здесь в студии не присутствуют, в этом научном студенческом отряде, будет этим неплохим подспорьем. А может быть и темой для научной работы, да, Богдан, после того, как, после получения диплома бакалавра, да, вы бакалаврят сначала, будет у вас, да, а потом уже будете смотреть магистратура, не магистратура, аспирантура, аспирантура, как пойдет, да. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у нас в студии была часть первого в России научного студенческого отряда «Керамтех», который по существу, так я понимаю, возглавляет, но мастером является, да, лауреат премии правительства Российской Федерации и страстный поклонник керамики Альмир Максимович Салахов. И в студии были командир отряда Регина Орискина, комиссар Кристина Орискина и один из самых заметных, по крайней мере, по росту бойцов отряда, Богдан Сергеев. Спасибо вам, ребята, огромное, успехов вам, чтобы все было хорошо. Спасибо. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!